В семье Семенко шестеро детей. Старшие уже учатся в институте, а младшие пойдет во второй класс. На благотворительную акцию «С миру по листочку» они приходят традиционно. Здесь дети получают школьные принадлежности к первому сентября. Когда нам помогают, облегчают наши труды и материальные, и даже общий настрой, что нас ждут, о нас заботятся, проявляют внимание такое. И как мы знаем, что это о Саровской благочине, для нас это неприятно, потому что мы люди верующие, и это забота о нашей церкви, о нашем благосостоянии. Благотворительная акция «С миру по листочку» стартовала 15 лет назад. Ее организовал волонтерский центр «Радость моя». Цель акции – помочь собрать к школе детей из многотетных и малоимущих семей. В течение августа православные добровольцы собирали средства, делали закупки, раскладывали подарки для учеников. В этом году школьные принадлежности получили около 400 школьников, 40 из них – первоклассники. У нас подготовлена еще отправка на город Энергодар. Это наши новые российские территории. Оттуда был запрос на помощь. И мы сейчас уже готовим. У нас будет 35 портфелей для них. И еще констовары, которые не внутри портфеля, а вот тетради различные, просто упаковками. То, что у нас есть, мы готовим на отправку. На протяжении вечера гости смогли принять участие в мастер-классах, а также насладиться творческими выступлениями. Наши горожане собрали каждому портфель, принадлежности. И нужно, конечно, с благодарностью относиться, беречь эти принадлежности и быть достойным того, что мы, наши детки, на вас надеемся, что вы будете честными, трудолюбивыми, добрыми, уважать старших. Успехов вам в наступающем учебном году, отличного позитивного настроения, верных друзей и интересных увлечений. Семьи, которые не смогли прийти на праздник, могут забрать подарки в волонтерском центре «Радость моя». На улице Пушкина, 24 А, 31 августа с 13 до 19 часов и 4 сентября с 16 до 18. Там же на гуманитарном складе можно подобрать школьную, спортивную одежду и обувь. Все оставшиеся школьные принадлежности будут отправлены на освобождённые территории Донбасса.